так друзья день добрый я смотрю канал лимон на чай и абелев подвели итоги года достижения кто помог сотрудничество надо тоже подвести итоги года и личные и по рынку и какие-то наметить что может быть на рынке начнем с моих итогов у меня лично у меня год был смешанный он такой был черно-белый начнем с того что с начала года у меня тормозит проект радио роман андреева тут от меня мало чего зависит но вот люди меня постоянно спрашивают мы ждем ждем этот проект переговоры с инвестором ведет роман поэтому просто тоже жду как и другие кроме того пришлось пришлось мне поменять работу были у нас заверения больших людей что продажи цериха не будет под это честно честно и мужское слово мы не принимали предложение работе но вот видите было удивительно когда в апреле нас всех собрали и сказали что нашу компанию продадут в летом компании ff скажем так ну и далее были красивые слова что мы уникальный коллектив дорог каждый человек потому что у нас уникальный брокерский бизнес никого не будут увольнять как человек опытный я уже знаю что это значит это значит что менеджер стабилизирует ситуацию чтобы персонал раньше времени сбежался они сами еще не понимают кто нужен кто не нужен на всякий случай у них всех стабилизирует и говорят вы уникальные люди мы вас ценим вам будут хорошие условия просто чтобы никто не сбежался ну и работаем мы некоторое время в такой ситуации руководство компаний ff встречается с сотрудниками со многими самой никто не встречается встречается с другими уже по два по три раза ну тут я уже понял что меня особо не ждут и мою командочку интереса нет поэтому пошел в компанию где меня точно ждут и вот работаю в другой компании и работаю сейчас не один тут большая команда из целях даже генеральный директор целях сидит рядышком и много людей в региональном отделе работают ну уж не говорю про аналитиков так что все нормально компания называется универ капитал мы сейчас будем развивать и развиваем родичный бизнес не только в москве так что как только кольнемся мы вакцины поедем и в регион развивать родичный бизнес с гастролями по городам далее ну опять что мне не понравилось тормозился очень сильно мой проект звездная лига управляющих другой компании то есть подали мне цвет зеленый сказали дави на газ по факту втихую тормозился а ведь тема была интересна управляющие торгуют публично на большие суммы рассказывают как они не принимают торговые решения вот а теперь я уже понял что компания готовилась к продаже и никто не собирался проект реализовывать то что говорили давай 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 на газ дави на самом деле другой ногой на тормоз давили вот ну начал развивать telegram канал пока бесплатно скоро будет платный будет два разных канала надеюсь пойдет нормально очень неприятный момент у меня был лично у меня это в апреле попал в больницу в общем ну для этого моменту стал ценить военных врачей госпиталь вишневска очень люди они профессиональные там у меня была проблема небольшая воспалилась киста на шее стал надуваться такой большой большой пузырь и это было достаточно быстро происходило поэтому пришлось с большой скоростью меня эвакуировали в больницу вишневского там делали операцию ну тоже во первых я попал я понял что хорошие врачи это очень важно сразу купил больше страховку хорошую подороже чтобы у госпиталь вишневского также деньги коплю то что не дай бог нужны нужны всегда иметь запас наличных денег на черный случай также понял на кого могу рассчитывать мою помощь немногие люди предложили в этот момент там ну а в момент перехода в компанию мне макс орловский предложил помощь там роман андреев хорошо себя повел то есть нормально слава богу помощь не потребовалось но принципе уже понятно на кого можно опираться по поводу развития канала никаких целей я себе не ставил за год прибавка подписчиков 21000 и это хорошо сейчас многое зависит от динамики портфеля люди же ищут дельных спикеров и аналитиков если портфель будет расти они будут приходить на этот канал и никакой даже реклама особо и не нужно подписчики сами найдут теперь по рынку но риски растут конечно я думаю что следующий год будет зайчиком побегальчиков грант большие зайчиков бегальчиков рад что роман ермаков также думает в интервью он об этом сказал что будет волатильность повышенная я как торговал на публичном портфеле где даю скрины в телеграм-канале я вычислял базовое движение и против него если стоял то небольшой суммы а так старался играть по шерсти вдоль базового движения а вот сейчас учитывая что 21 год может быть очень веселые веселые скачки я думаю я даже небольшими сумме не буду стоять против базового движения пускай лучше меня запилит потому что потом пойдет такое движение что я все возьму это мое предположение могу ошибаться рисков много давайте подумаем о том какие риски основные риски и риски ну во первых меры по сдерживанию пандемии на уровне отдельных государств могут быть недостаточно и то есть с кризис будет затяжной выход из кризиса вот баден сказал что придет попросит нацию чтобы 100 дней не носили повязки вот эти вот но совсем не факт что нация послушает люди уже устали потом еще побочные эффекты вакцины низкая их эффективность то есть это может пособствовать тому что вирус вирусу никуда не уйдет и кроме того борьба с вирусом с помощью препаратов приходит к тому что появляется мутации вируса по всему миру тоже такая зона неприятная это штаммы вирусы новые устойчивые к образцам вакцин потом отсутствие мер поддержки экономики ну конечно в японии гигантское количество денег закачали в экономику но некоторых странах может быть недостаточно и это мешает восстановиться бизнес-процесса ну очень серьезный риск это уровень головой нагрузки возросшие потому что эффект на экономику он будет иметь только отсроченный эффект компании воспользовались новыми кредитами израсходовали их на аренду текущие расходы давали налево-направо всем короче не смотря эффективно компании эффективно и это конечно такая бомба замедленного действия мы видим что сейчас в стали банкротиться компании около государственные также риск обрушения пузыря в эти секторе есть тоже риск такой да об этом роман кстати говорил ермаков ценимый мной риск новых санкций против россии которые многие спикеры почему-то недооценивают я бы подошел к этому серьезно ну и отдельный риск это риск смены политической верхушки и политической формации ну и возможный развал сами знаете чего почему я так думаю но я уже говорил что примерно 20 лет может 21 там 22 срок жизни политической формации дальше она трансформируется сверху или снизу сейчас мы уже подошли к такому пределу что будем трансформироваться трансформация это всегда риски вот ну тут конечно что можно сказать по поводу жилья вот инвестиции в жилье жилье в москве в москве точно не покупал бы квартиры по той простой причине что это московское благополучие может очень скоро к чертой матери провалиться посыпаться грубо говоря регионы не будут деньги давать в таком количестве в центр и мы это видим почему вот разговоры там на в якутии в татаре в башкирии на кухнях они очень острые очень острые и это может все выплеснуться поэтому к те кто покупаетесь квартиру по моему срок ипотеки сейчас 15 16 средний москве и думаю что так это вот выгодное вложение выгодная покупка я бы подумал легче арендовать потому что я думаю что благополучие может исчезнуть очень скоро теперь в этом материале я не буду давать прогнозы они же известны прогноз такие консенс аналитиков считают что в следующем году индекс стандарт 500 вырастет на 9 процентов и массе европ на 11 процентов вырастет японский индекс никей на 7 процентов индекс развивающихся рынков на 9 процентов теперь будем говорить по технику про про технику начнем с валютного рынка как я прошлый раз говорил на графике пары евро доллар имеет технический момент для игры на понижение со входом 1,2216 вот на момент записи позиции в небольшом минусе переходим к фондному рынку смотрим на индекс московской бирже это зона быков но предыдущий цикл снижения длился два месяца и 10 дней нынешний цикл повышения длится два месяца я исключаю что он будет лица три месяца то есть где-то рядом где-то рядом момент слома этого цикла но бежать преди провоза мы точно не будем на недельных графиках дневных графиках декадр рсай говорит о перекупленности медведев декабре попытались разыграть момент ложного пробоя максимума январского но не получилось соответственно бежать впереди паровоза нет смысла мы только можем предположить что байдена по слухам есть четыре варианта санкций российских причем это не только санкции против из лиц которые рынок наш игнорирует поэтому еще до 20 января когда будет смена президента сша скорее всего рынок поедет вниз потому что инвесторы на всякий случай будут выходить из акции это только мое предположение и я не открывая никаких коротких позиции честное слово для меня определяющий момент это индикатор 3170 извините определяющий момент момент это отметка 3170 на графике индекса то есть если ниже пойдем то настроение ухудшится влатильность повысится лукойл но полукойлу я уже говорил последние разы что даже можно даже играть немножко наверх а до этого города что есть медвежий момент медвежий момент полностью оправдался сам я не работал потому что это был момент такой там были медвежьи дивергенции и ложное пробитие положено и пробой это момент который дает много браков и где-то из девяти моментов там 6 бракованные ловушки поэтому я с недоверием относился к этому моменту и до меня просто был сигнал что в лукойле не работать наверх сбербанке работал лукойле не работал теперь график сбербанка обычка на эту акцию я смотрю нейтрально почему сейчас увидите есть сильная поддержка по пробитому тренду ранее 258 вот последний раз я покупал и и не здесь назад еще на мной дроздов немножко смеялся и даже фотографировал что-то до своего блога по 270 купил по 265 по 258 хотя потом я продал все с прибыли вот сейчас посмотрим что будет дальше если опять будет снижение до 258 я опять куплю но сберб это бизнес растущий и пока там там в америке не посыпались всякие теслы я очень аккуратно отношусь к открытию к позиции коротких а что касается сопротивления очень сильное сопротивление на 290 проходит ведь там линии до последний раз я играл на понижение работа на понижение от этой линии и кое что удалось получить аэрофлот ну вот я уже говорю что там есть ранее пробитый понижательный тренд синяя линия как только опускается надо покупать на данный момент проходит на уровне 65 завтра будет несколько ниже и сопротивление 76 и 2 7 78 60 я считаю что работ это не акция которую надо детям передавать это спекулятивный актив это не среди срочно даже навеститься потому что проблема коронавируса никуда не уйдет и по прогнозам акции туристического бизнеса и авиатранспорта ну доходы вернее доходы они становятся только лучшем случае двадцать втором году не то есть не то в первой половине сейчас обликовал макинзи обликовал исследования относительно того когда закончится пандемия коронавируса так вот пик пик скорее всего пандемии сша будет третий квартал двадцать первого года то есть еще месяцев 9 скорее всего акциями компании будет колбасить это хорошо конечно мы же спекулянты колбасить будет теперь акции газпрома двигаются они наверх повышать нам узком канале синие линии на графике поскольку это зона быков верхняя линия больше то мы лично не будем брать на понижение по поводу нефти нефти вообще не интересна тема то есть какой-то шар попал в лузу и торчит в этой лузе и на этих движениях ничего не с не словишь по сути мы имеем поддержку 47 долларов по бренду вот да и и пробития как-то себе дороже играть на понижение втором квартале кстати работал с брендом работала достаточно нормально работал вот сейчас мне это не интересно я хочу напомнить что 4 января будет встреча опек очередная вот и там будет обсуждаться ситуации на ценном рынке баланс пусть так как они решили увеличить добычу на 500 тысяч баррелей и может быть все таки что-то будет потому что наверху там видите 53 внизу 47 может быть шар из луза выбьют по крайней мере наш министр минфина силуанов считает что нефть на уровне 50 долларов за баррель ну не удержит поедет все вниз я по нефти не даю прогнозов просто пока она мне не интересно на этом все соступающим не поздравляю еще поздравлю потому что завтра планирую очередное видео с дроздовым сергеем